А как давно антибиотика этого нет? На неделю две, наверное, уже. На следующей неделе обещают? Ну, обещали поставщики, что будет. А люди спрашивают, приходят? Да, конечно. Много? Очень много назначений. Противовирусные антибиотики и даже витамины разлетаются, как пирожки в голодный год. Некоторые препараты, которые назначают сейчас при лечении, можно купить лишь в Новичихе, а это на минуточку. 250 километров от Барнаула. В результате люди сгребают в аптеках едва ли. Не все подряд. Когда закончатся перебои с поставками, не знают ни провизоры, ни сами власти. Еще в начале недели Виктор Томенко обещал мешаться. Но вопрос с поставками до сих пор стоит ребром. Как, впрочем, и другое, почему люди вынуждены отстаивать огромные очереди в поликлинику, чтобы просто продлить больничный? Почему нельзя это сделать, не выходя из дома? Ух ты, сложный вопрос, если честно. Вы знаете, позвоните вот в регистратуру средственно, там специалист по больничному доставщили. Вот только до специалиста не дозвониться, связь обрывается моментально. Эксперта, который бы разъяснил ситуацию, в Минздраве нам пока не нашли. К слову, получить больничный не могут и ковид-пациенты. И, соответственно, я уже 12 дней, с 3 октября нахожусь дома, в самоизоляции. Я не имею права и не могу ходить на работу, так мне говорят в поликлинике и в Роспотребнадзоре. Но при этом у меня нет ни постановления, ни больничного листа. В поликлинике мне отказали выдачи больничного листа, так как нет постановления. Постановление о выдаче электронных больничных для соблюдения режима самоизоляции, о котором говорит девушка, утратила силы еще в июле. И по факту оформить такой листок нетрудоспособности могут сейчас лишь пожилые люди, старше 65-ти. Остальные с ОРВИ или с подтвержденным коронавирусом, вынуждены идти в поликлинику, тем самым заражая остальных. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.